Зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы люди из жизни? Полночь одна, 19 октября 2019 года. Странная одержимость охватила ум и зачем охотники за вампирами выкапывали мертвецов из могил и жгли их органы? Кадр, фильм «Пастырь». Последние американские вампиры, вдохновившие Стокера и Лавкрафта, умерли на рубеже Хаховека. Охота на них охватила несколько штатов, а в странных кладбищенских обрядах участвовали сотни человек. Ученые, изучившие останки одного из упырей, подтвердили, что для паники были все основания. Лента.ру рассказывает, что они узнали. В 1990 году мальчишки, игравшие возле песчаного карьера недалеко от городка Гричвелт в американском штате Коннектикут, нашли нечто ужасное, из-под песка и гравия показались человеческие кости. Дети побежали к родителям, но взрослые им не верили, пока не увидели принесенный череп. Место происшествия тут же отцепили. Всего несколько лет назад в тех местах орудовал серийный убийца Майкл Рос, поэтому в полиции опасались, что останки принадлежат его неизвестным жертвам. Эта версия продержалась недолго. Костей было слишком много, и они явно лежали под землей не одно десятилетие. Скоро стало ясно, что это дело требует не судмедэкспертов, а специалистов другого профиля. Пометка ЙОДБ-55 на крышке гроба фото. 1.2. Достоверный случай вампиризма. Фольклорист Майкл Белл более 30 лет изучает историю охоты на вампиров, которая была охвачена вся Новая Англия в шесть старейших штатов на северо-востоке США, в число которых входит Вермонт, Рот-Айленд, Нью-Гэмпшир, Массачусетс, Мэн и Коннектикут. По газетным подшивкам, старым дневникам и письмам, запискам краеведов, архивным документам, семейным легендам и множеству других источников ему удалось узнать о 80 случаях, произошедших с 1784 по 1892 год. Это лишь верхушка айсберга, поясняет он. Дело в том, что жители Новой Англии всерьез верили в опырей, которые высасывают соки у живых. Они полагают, что кровь в сердце скончавшегося от чахотки родственника доказывает, что некая оккультная сила перекачивает в сердце покойника кровь живого, приводя к его быстрому угасанию, писал в 1896 году видный американский антрополог Джордж Стетсон. Перепуганные люди раскапывали могилы и находили под землей подтверждение своих худших страхов, мертвецов со следами крови, вздувшимися животами и удлинившимися ногтями. В Восточной Европе, где встречалось схожее поверье, считали, что дремлющего упыря можно победить, если вырезать и жечь его сердце или другие органы. Когда такой возможности не было, предполагаемому вампиру рубили голову. В Новой Англии поступали почти так же, причем больные норовили вдохнуть дым или съесть пепел, якобы имеющий целебную силу. Подобные представления разделяли и поддерживали не только невежественные крестьяне, но и градоначальники, духовенство и даже доктора. Сохранилось письмо массачусетского священника Джастуса Форварда, датированное 21 июля 1788 года. Форвард был весьма образованным человеком, закончил Ельский университет и несколько лет работал врачом. Несмотря на познание в медицине, он не сомневался, что его захворавшую дочь терзает упырь. Подозрение пало на покойную родственницу, умершую без малого шесть лет назад. Тело выкопали, разрезали и нашли в легких свернувшуюся кровь. Легкие выглядели не совсем так, как могли бы у недавнего покойника, но были куда прочнее, чем следовало ожидать, писал Форвард. Другого подтверждения не требовалось. Чтобы остановить покойницу, ее печени легкие похоронили в отдельном ящике в 10 дюймах над гробом с телом. Изображение Дэвид Хенри Фристон Жертвоприношения вампиру-демону Одержимость вампирами одобряли далеко не все. В июне 1784 года газета Connecticut Courant and Weekly Intelligence Опубликовала гневное письмо некого мазеса Холмса из города Уиллингтон. Он хотел предупредить читателей об иностранном шарлатане, который убеждает людей выкапывать и сжигать мертвых родственников. Холмс своими глазами видел, как по его наущению из могил достали несколько детей, умерших от чахотки. Мы будто вернулись в темнейшие века бездумного невежества и слепых суеверий, а не живем в 19 веке. Причем в стране, считающейся просвещенной христианской, сокрушался автор коннектикутской газеты Norwich Weekly Courier в 1852 году. Но скептики вроде него были редкостью, зато суеверные люди встречались на каждом шагу. В коллекции Белла описывается оккультная церемония, на которую в 1793 году собрались от 500 до 1000 человек. Все началось, когда умерла первая супруга капитана Айзека Бертона из вермонтского города Манчестера. Бертон женился во второй раз, по словам современника, на здоровой и привлекательной девушке по имени Гульда Пауэлл, но и она вскоре стала чахнуть на глазах. Странная одержимость охватила умы знакомых и друзей семьи. Со слов очевидцы описывал этот случай манчестерский краевед Джон Петти Баун. Все считали, что для спасения Гульды нужно сжечь тело первой жены Бертона. Они вынули ее печень, сердце легкие или, точнее, то, что от них осталось, и жгли в кузнечном горне Джекабамида, пока от них не остался только пепел, продолжает Петти Баун. Тимоти Мид председательствовал у алтаря во время жертвоприношения демон-вампиру, который, как они полагали, продолжал высасывать кровь у живой жены капитана Бертона. Массовый оккультизм кажется менее странным, если вспомнить, что 200 лет назад восточные штаты населяли вовсе не набожные Пуритании. В. 17, 18 и частично 19 веке от 85 до 90% выходцев из Европы, живших в Новой Англии, нельзя было причислить ни к одной христианской конфессии. Миссионеры возвращались оттуда и причитали, что в домах нет Библии, а в церкви совершенно никто не ходит, утверждает историк Линфорд Фишер из университета Брауна. По сути дела, люди в тех местах жили в культурной изоляции. Расхитители могил, 1867 изображения, 1-2 живые мертвецы и самым известным вампиром из Новой Англии стала 19-летняя девушка Мерселена Браун, которая жила в штате Ротайленд в конце 19 века. Сначала заболела и умерла от чахотки ее мать, а через 7 месяцев похоронили ее старшую сестру Мэри Олив, за 2 недели до смерти примкнувшую к официальной церкви. На прощании собрался почти весь город, звучала любимая песня покойной. Через несколько лет захворал брат Лен Эдвин, а в январе 1892 года быстротечная чахотка сгубила ее саму. К тому времени горожане не сомневались, что Брауна стали жертвой нежити. Они верили, что бедного Эдвина губит либо его покойная мать, либо одна из умерших сестер. Отец Лена неохотно согласился на эксгумацию, но сам на кладбище не пошел. Могилы вскрывали при скоплении народа, присутствовали врач-репортер из Провиденца, со слов которого о странном случае вскоре узнал весь мир. Четверо мужчин выкопали останки миссис Браун, писал он в издании. Часть мышц и плоти все еще сохранились в мумифицированном виде, но в сердце не осталось даже следов крови. Затем из могилы подняли тело ее первой дочери Олив. От нее остался только скелет с пышной копной волос. В конце тела Лены, второй дочери, достали из усыпальницы, в которую ее положили до весны. Оно сохранилось довольно хорошо. Извлекли печень и сердце, разрезали и нашли внутри свернувшуюся кровь, чего и следовало ожидать на этой стадии разложения. Печень также неплохо сохранилась, хотя крови в ней не оказалось. На кладбище развели и огонь и сожгли в нем оба органа. Присутствующих это, похоже, удовлетворило. Эдвина напоили пеплом сестры, разведенным в воде, но это его не спасло. Через два месяца он скончался. Причина была все той же чахотка, иными словами туберкулез. Эта болезнь объединяет все истории об американских вампирах. Суеверные горожане, считавшие, что брат Лены гибнет по вине покойных матери или сестры, были не так уж неправы. Он действительно заразился от них. У нас в Новой Англии были большие фермерские семьи, объясняет археолог Николас Билан Тони. Тогда не понимали, как передается инфекция, поэтому кашляющие туберкулезные больные сидели за одним столом с родственниками, спали в одной комнате с пятью или шестью братьями и сестрами. Эпидемия туберкулеза охватила Новую Англию еще в 1730-е годы. Спустя 70 лет причиной смерти каждого четвертого жителя Востока Соединенных Штатов оказывалась чахотка, и медицина была бессильна. Пока немецкий микробиолог Роберт Кох не открыл туберкулезную палочку, причиной болезни считали сырость, дурные привычки и даже страсть к танцам. Медики прописывали пациентам сладкую воду, припарки, кровопускание, горчичники, пиявки, слабительное, верховую езду, отдых на курортах и множество других средств, но ничего не помогало до середины. Века чахотка оставалась смертным приговором. Подобно вампирам, чахоточные больные были живыми мертвецами, пишет Белл. Обреченными умереть и ожидающими гибели. Ирландский писатель Лорис Стерн, много лет страдавший от чахотки изображения и идентификация Белл. Антони не давала покоя личность странного покойника, найденного на карьере в Грисвальде. Кем он был? Буквы «Б» на крышке гроба, по всей вероятности, были его инициалами, а цифры 55 в таком случае означали возраст. Возле гроба имелись еще две могилы. В одной из них был погребен подросток с пометкой НБ-13 на гробе, а в другой женщина с надписью «ИП-45». Скорее всего, это родственники мужчины. Возможно, его 13-летний сын и 45-летняя жена. На ребрах покойного остались повреждения, свидетельствующие о том, что перед смертью он мучился от легочной инфекции, скорее всего, от туберкулеза. При жизни он хромал из-за артрита, а на его ключичной кости видны следы плохо зажившего перелома. В довершение всего, Чайпи мог страдать бластомикозом-грибковым заболеванием, которое сопровождается мышечными болями, потерей веса, болей в груди и усталостью. Билан Тони считает, что Чайпи был небогатым фермером или батраком. Это видно по его костям, поясняет он. Это видно по следам артрита на его позвонке. Очень работящий человек. Долгое время добавить к этому портрету было нечего. Предпринятая в начале 1990-х попытка теста ДНК ничего не дала. Сказались ограничения технологий того времени. Спустя 30 лет группа исследователей из США сумела найти разгадку. Их достижение описывает статья, опубликованная научным журналом в августе 2019 года. Более совершенные методы генетического анализа выявили у грисволдского вампира гоплогруппу А1БП-312, характерную для выходцев из Западной Европы. В общедоступной генеалогической базе данных Фамили Тридна А1БПроект Оказалось только два человека с близкими генетическими маркерами и фамилией, начинающейся НАП, причем обоих звали Барбер. Теперь у исследователей была зацепка. Они подняли газетные архивы и нашли опубликованное в 1826 году сообщение о гибели 12-летнего Натана Барбера из Грисвалда Вероятно, того самого подростка из соседней могилы с пометкой НБ-13 на гробе. В том же источнике упомянут и его отец Джон Барбер, то есть Чайпи. Увы, другой информации о загадочном покойнике не сохранилось. О его дальнейшей судьбе и обстоятельствах, привлекших к его могиле охотников на вампиров, ничего не известно. Но это и не требуется все и так ясно. Олег Парамонов